Привет, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Спасибо всем огромное, кто меня смотрит. Ну и конечно, господа танкисты, не забывайте подписываться. Вам ведь не сложно это сделать, правда? А мне это очень приятно. И это поможет развитию моего канала. Ну а в сегодняшнем ролике, дорогие друзья, хочу представить вашему вниманию топовый бой на вот этом вот красавчике танке Arl 44. Почему именно он, вы скажете, песок? Ну, потому что в этом бою я установил свой личный рекорд по дамагу на танках шестого уровня. Давайте посмотрим этот бой, ну а потом в комментариях напишите свое мнение по поводу этого. Заходим в реплей, в избранные. Arl 44, карта каньон. Как вы можете видеть, мы никак не в топе, играем против семерок. Ну и пробегимся быстро по сетапу противника. У противника 4 тяжа, 1 средний танк и 2 ПТ-СА. У нас 3 тяжа, СТ-шка, ЛТ и 2 ПТ-шки. На этой карте я в основном предпочитаю ездить в район точки А. Почему туда? Ну, посмотрев на раскладку, да, ехать на С, считаю нецелесообразным, так как сейчас противник может с точки Б подсветить нашу перекатку, ну и наполучаясь в бочину, так как укрыться в момент перекатки до точки С негде. Поэтому мне было принято решение ехать в точку А. Здесь есть вот какие-то постройки, какой-то городишко. Поэтому здесь есть где укрыться. Ну и мне больше нравится отыграть именно отсюда. Вот здесь видим, наши добрались до точки С. Легкий танк. А, правда, команда противника, вот, видите, едет в район точки А, точки Б. Так что мое направление выбрано не случайно. Ну и пока я двигаюсь уже, наша команда потихоньку сливается, так как СТ, ЛТ делать против ТТ, я считаю, совсем нечего. Могли бы и поиграть отсюда. Вот уже 2-0, мы еще не сделали ни одного выстрела. Ну а теперь начинаем разбирать Черчилля. Играем от камушка. Не подставляемся. Хотя вот он разочек нас пробил. Играем по КД. По КД у нас намного эффективнее получится игра. Ну а наша команда сливается уже 3-0. Подаем шотик. Черчилль пробивает нас во второй раз. Ну а мы его отправляем в ангар. Я знаю, что там где-то стоит СУ-100У. Здесь возле меня оказывается Тигр. Вот видите, так как я мансовал, двигался туда-сюда. Ну и еще немножко под наклоном Игорем я не пробил. Хотя его пробития вполне хватает. Пробивать АРЛ-44 в лоб свободно. Говорю союзнику, что мне нужна помощь. Он отвечает так точно. Ну, я на вас лагал. В общем, скажу больше на него надежды, чем на самом деле получится. Вот Игорь текает от нас. Не подставляясь, аккуратненько выезжаем. Даем по нему плюху. Он нагрится на тигра, разворачивается. Тем самым хотел бы поставить его на каток. Ну, получше, как получилось. Ну, двоим с тигром уже его разбираем. Хотел было поехать вниз, но потом передумал, так как мы остались вдвоем против троих. Они все пуловые, как вы видите. Откатывай, станкуй. Ну, потанкуй, потому что танк стоит все-таки под наклоном. Поэтому приведенная броня здесь проляет. Забираем. Вот это, так как она представляет самую большую угрозу для нас. Откатываюсь. Сделяю в крушителя, даю шот. Ну, просто веду на стрел. Без разницы, какой танк. Главное, сдать результативный выстрел. Здесь, смотри, у меня ждет ВКХ. Пенчин. Я думал, тигр сейчас разберет крушителя. Поэтому поехал добирать Хенчера, так как он бы не дал разбираться с крушаком. Даю шот, теперь он для меня шотный. Выезжаю и до свидания. Очень был удивлен, что тигр за столько времени не разу не пробил крушака. Это для меня было большое удивление. Слегка пристрелочка на 281. Крушаку навалил. Стреляю ему вдогоночку еще шот. Понимаю, что можно было и не ехать, но уже поздно. Даю шот, немножко поджег его. Да и еще один шот. Ну и тут уже в клинч, конечно, надо ехать. Как можете видеть, я здесь дулом пытаюсь закрыть ему обзор. И... Пожалуйста. Это победа. И в итоге, ребят, посмотрите, какой я нанес дамаг. Это мой личный рекорд на танках шестого уровня. Я еще столько не настреливал. 4052. Сделал 4 фрага. Что считаю, для танка шестого уровня это просто топовый дамаг. Ну и в команде, посмотрите. Два ноля в нашей команде, как я и говорил. Зачем поехали туда? ЛТ, СТ. Против таких танков, как Крушак, СУ-100У, Тигр Порш, ДПМ ненормально. ЧИТ, ОСПГ. Могут навалить серьезно. Зачем они туда поехали? Ну, в основном, конечно, опасность большая это Крушак. Как мы можем видеть, он и набил тоже неплохо. Ну, вот так вот один Нарвелл-44 способен просто перевернуть всю катку сливную. Смок на голову и выиграть. Тем самым принеся победу себе и своим союзникам. Кому понравился этот бой, ребят, конечно, пишите комментарии. Интересно будет узнать, какой у вас личный рекорд на танках шестого уровня. Пишите, пообщаемся. Кому там будет захочется показать взводом, пишите, договоримся. Ну и, конечно, господа танкисты, не забывайте подписываться. Это действительно поможет, очень поможет моему каналу развиваться дальше. Ну, на этом будем с вами прощаться. Берегите себя, мои дорогие друзья. Всем всего хорошего. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok